всем привет сегодня у нас 4 апреля четверг всем приветик вот занимаюсь домашними делами дело к вечеру так сказать сходила сегодня постриглась такая вот причесочка у меня так что я не пойму где у меня там камеры где что так камера с той стороны а почему я когда вот так беру телефон у меня там пальцы мои высвечиваются так свет выключаем здесь тоже время 6 часов вечера я готовлю ужин здесь я уже сварила такой суп грибной ну это в общем-то щит капустой ну очень густо получилось можно сказать что ложка стоит картошечка с грибами шампиньонами лук там морковка капуста грибы в общем сварила щи с грибами вот такие щи получились обычные белые и стала я туда томатную пасту добавлять в общем щи у меня вегетарианские без мяса и без томатной пасты мне захотелось именно вот такие светлые сварить не захотелось красные красные они были обычно с мясом как-то так а здесь у меня макароны говорится на завтра же еду на работу на весь день поэтому надо что-то сварить чтобы мои тут голодные не сидели чтобы с утра было что поесть я приду с работы супчика поем завтра здесь меня зеленый чай стоит в кружке попила немножко так вам пока закрою постоит так сейчас у меня макарона сварится на этом все на сегодня здесь вот можно водички чайник долить из фильтра так сказать потом еще долью так супчик сварила макароны сейчас я таймер ставлю потому что у меня так с память этой и очень сколько макароны варится минут 20 или меньше в 10 минут прошло значит они варят меня 10 минут уже или 15 достаточно или 20 много наверно 15 хватит значит надо пять минут отсюда убрать так пять минут вставляем через пять минут надо будет сливать воду так на улице но у меня тут солнышко падает вот с правой стороны на градусники 14 градусов но это на солнце а так градусов 10 на улице 10 11 сегодня вообще была такая отличная погода теплая в москве так время 1805 готовлю ужин я часа два назад пришла поела когда приехала из музея зашла еще салон красоты постриглась маникюр сделала вот потом пришла в трансляцию вышла правда полчаса поболтали она у меня про прервалась интернет пропал как-то зависло все короче почему-то на кухне интернет зависает то ли у меня вай-фай до кухни не доходит как что-то с вай-фаем у меня ноутбуки он вообще меня стал барахлить ноутбук я у кадастров включаю у меня экран черный экран не загорается что-то там не то с этим компьютером в общем ноутбуком не пойму что больше мне приходится его выключать перезагружать и только после этого он начинает более-менее работать вот открою окно посмотрим погодку ну такой солнечный хороший денек в алмазке снега почти уже нет здесь напротив стройка кто там наблюдает за деформацией лужи на стройке под моим окном сейчас чуть-чуть приблизим там короче это котлован от дома остался дом снесли здесь хотели дворец гимнастики строить вот это вот большая поляна здесь был дворец гимнастики его уже там фундамент построили а потом убрали передумали строить видимо вот когда была олимпиада в сочи 14 деньги кончились и они этот не стали нам строить дворец гимнастики в химках потому что там в лесу в новогурске там есть дворец гимнастики а вот для вода это котлован от административного здания его тоже почти полностью построили этажа 4 потом все это снесли остался котлован и вот его заливают водой там даже утки дикие прилетают плавают в общем вы видите вот там у меня лес напротив дома там кстати вода колышется потому что там растаял снег там в лесу лужи большие а вода колышется потому что там утки плавают дикие то есть остался вот один единственный кусочек снега вот между лесом этим болотом вот там только остался последний снег совсем чуть-чуть сегодня 4 апреля кстати сегодня ровно 19 лет как мы купили эту квартиру мы ее купили 4 апреля 2000 года так что их 4 апреля мы первый раз сюда приезжали смотреть эту квартиру то есть прошло ровно 9 лет я вот сегодня сдала документы музей все завтрашнего дня выхожу на работу музей так что завтрашнего дня меня начинается новая жизнь так сейчас на посмотрим там солнышко садится пока еще высоко достаточно все это небо такое не очень голубое конечно зато на улице хорошо тепло вот сейчас на градусники 14 градусов почти 13 половиной и такая теплая погодка прям как будто лета как будто уже как будто уже май месяц только листьев нету еще очки кое-где виднеется уже набухают и я даже видела уже это верба распушивается короче выключаю я макароны их надо сливать воду так я их выключила не осталось только водичку слить сейчас я этим и займусь с вами туда до болтаю ой погода шикарная как мне нравится такой воздух замечательный не хочу закрывать окно потому что во первых воздух хороший во вторых у меня окно грязное мне его надо как-то помыть вот сегодня я весь день моталась по делам сейчас уже 6 часов вечера но сейчас я уже не буду окно мыть как-то уже седьмой час уже вечер солнце садится ну как-то плохо будет видно окно чисто или не чисто я если мыть его досконально это надо часа два потому что тут она двойное ну как двойное ну эти рамы надо раскрывать как там чтобы между стеклами помыть то есть это надо часа два на это теперь не знаю когда я окно буду мыть в какой-нибудь выходной я же буду через день работать мне еще надо сходить на в центр занятости на бирже труда сообщить что я вышла на работу я в отделе кадров спросила говорю вы сообщите на работу в центр занятости что я вышла на работу они гортым вы сами сходите скажите а почему они должны вас верить на слово из какого числа я вышла официально как по какое число они мне оплатят получается что я не работала по 4 апреля то есть вот по сегодняшнее число биржа труда должна мне оплатить там две недели предыдущие я последний раз деньги не начисляли я уж не помню какого числа но две недели назад может не две может неделю вообще мне к ним надо было идти девятого а я значит по 4 а я с 5 на работу выхожу то есть я думала мне же сначала сказали десятого документа приносить то есть реально я могла с одиннадцатого на работу выйти но меня вызвали раньше видимо там некому работать меня вызвали на неделю раньше я конечно рада не расстроилась но я думала если я девятого схожу на биржу отмечусь получу деньги а десятого там поеду на работу оформляться и с одиннадцатого буду работать то есть мне было бы так проще мне бы заплатили деньги за две недели а потом бы я вышла на работу через день а теперь не знаю там сколько они мне оплатят мы по 4 апреля должны оплатить с 5 я выхожу на работу в общем всем пока очень занимаюсь делами хозяйством готовлю кушать убираться я уж сегодня не буду тоже я убиралась тут на днях вчера позавчера вчера пластом лежала значит я понедельник убиралась ну может вот пятницу я работаю не знаю когда теперь убираться буду когда у меня выходной будет в общем всем пока завтра у меня первый рабочий день новая жизнь начинается надо настраиваться морально и физически готовиться сумку собирать ну там сменную обувь ну чашку там ложку что там с собой кофеёк покушать бутербродики нарезать коробочку в общем всем пока пожелайте мне завтра удачи ни пуха ни пера к черту в общем всем пока